Проверка креплений, смазка, лыж для лучшего скольжения. Последнее приготовление перед стартом второго тура Кубка Московской области на призы трехкратной чемпионки Олимпийских игр Анфисы Резцовой. В Химках соревнования проводят уже седьмой год подряд. С каждым разом участников все больше. В этом году со всего Подмосковье приехали почти 500 участников. Перед стартом приветственное слово легенды советского и российского спорта. Всем желаю удачи, добрые и быстрые лыжни и пусть победит сильнейший. Ребята, занимайтесь дальше, продолжайте. Не каждый будет победителем, олимпийским чемпионом, но здоровым обязательно будете. Участвуют две возрастные группы. Взрослые лыжники, им по 16-17 лет, и младшие, не старше 12. Настрой спортсменов серьезный. А сюда ты пришел с какой целью? Победить. Вы сюда зачем приехали? Победить? Да. Сможете? Постараемся. Соревнования проводят только в спринте. Разница лишь в длине дистанции. У старших лыжников она чуть больше. Давай, 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 сустрей, сустрей, вперед, Илюз. Лыжи – уникальный вид спорта. Он задействует больше 90% мышц. На первый взгляд здесь работают только ноги и руки, но это не так. В лыжных гонках важна не только силовая подготовка, но и кардио, то есть выносливость организма. Чем она больше, тем легче спортсмену преодолеть спуски и подъемы. А во время командных соревнований необходима тактика. Занимаюсь примерно два года. Лыжи мне очень нравятся. Это такие ощущения, которые не каждый может испытать. Соревнования – это очень азартно. В этот день прошли и финальные забеги. Лучших спортсменов наградили. Следующие соревнования на призы трехкратной чемпионке Олимпийских игр Анфисы Резцовой пройдут в конце февраля. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.